А сколько дерьмо стоит? Дерьмо стоит 40 тысяч рублей. Извините, пожалуйста, вы самые милые люди. Пиджак старого деда. Здесь даже влезет все, что вам нужно в течение дня. Вообще, вот что мне нужно. Мы почти поймали. Но что нас ждет впереди? Ей-богу, не знаю. Очень красиво, обуви нет, Боря полнейшее. И сегодня, конечно же, я вам расскажу историю. Как будто бы по ним проехал трактор. Я бы надел какие-нибудь. Говорите. И мы пошли не по музеям, а по магазинам, естественно. По своей Робот-Лайн. Вы мои хорошие. Привет. Привет. Караулишь меня? Да. Всем привет, я снова без микрофона. Я Александр Рогов. Рад приветствовать вас. Всем привет. Я Александр Рогов. Вы на моем YouTube-канале Рогов Лайф. Я снова без микрофона. Но это совершенно не значит, что будет неинтересно. Делайте просто погромче. Я сегодня вас приглашаю провести целый день со мной. Прямо сейчас я нахожусь на Ленинградском вокзале. Передо мной Сапсан. И я думаю, вы уже поняли, куда я еду. Я отправляюсь в Санкт-Петербург, в командировку. Я еду на открытие магазина Лиуджо, который находится в галерее, в самом центре города. И параллельно, конечно же, я никуда не денусь от шопинга, от прогулок и от вкусной еды. В общем, проведем день вместе. Я надеюсь, будет весело и интересно. Но что нас ждет впереди? Лей-богу, не знаю. Знаю точно. Минагарову встретим. Ну все. Поехали. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И вообще у нас 100 тысяч на канале. У-ху! Все, пока. До встречи в Питере. Ну все, на светочке. А, ты здесь? Что я буду делать в дороге? Правильно. Спать. Ха-ха-ха. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Стас, ты же впервые. Да. Сегодня такое увидишь. Пойдем. Сейчас мы подождем вот проводников наших. Привет. Привет. Ну что, пойдемте. Да. У нас хорошо. Мы снимаем влог. По-моему, с выпиской. Это просто капли питерского дождя. Над ними. Ничего? Угу. Нам нужно сделать следующее. Сегодня вечер будет выглядеть так. Придет несколько звездных девушек. От Маши Миногарова. Наталья Бордо, возможно, будет. У нас будет, кстати, Казанова. И Юля Снегит. А мы сейчас пройдем в свой магазин. Выберем одежду, в которой они сегодня вечером появятся здесь на мероприятии. А параллельно еще я выберу вещи, которые мне лично нравятся. Я их еще вечером тоже всем покажу. И расскажу, в чем же их прелесть. Все. Я вас отвлекаюсь. Могут работать. Он уже здесь. Идет с Маши Миногарова. Он уже здесь. Но подходит. И вперед, и в краюшку идет. Итак, мы чуть-чуть подготовились к вечернему мероприятию. А я здесь, в Петербурге, именно ради этого. А не ради вас, как вы подумали. И сейчас у нас есть 2 часа времени, чтобы отдохнуть. Но мы же не будем отдыхать, правда? Тем более, Стас впервые в Петербурге. Поэтому пойдем гулять. А так как... Здрасте. А так как я не люблю просто гулять, а я, естественно, хочу по магазинам, мы идем по магазинам. И сейчас мы отправимся на Невский 155 в концепт-стор «Бабочка». Кстати, вы там со мной были в одном из моих обзоров. По-моему, называется «Самый скучный обзор магазинов» или «Самый скучный влог». Что-то типа этого. Потом, возможно, если мы успеем, мы зайдем в магазин винтажных всяких... Винтажных кого? Винтажные одежды и обуви. Винтажных вещей. И объектов для интерьера. И они тоже находятся рядом с Невским 155. А оттуда уже мы возьмем машину и пойдем в центр. Спасов на крови тоже не было ни разу. И там можно будет... В ДЛТ, если будет время, либо пойдем уже в Кимпинске. Там будет примерка вещей, которые мы отобрали. А потом у нас снова будет свободное время и можно будет сделать что-нибудь еще. Классно я придумал. И в 21.00 мы уедем в Москву обратно. Вот так и живем. А завтра я встану в 5 утра снова, чтобы поехать на съемочную площадку. Тут нормально к съемкам относится? Ну, мы сейчас узнаем, сделаем контент. Мы пришли, собственно, мы пришли в Бабочку и новенькие уже. Бабочка очень классный магазин. На самом деле мне очень нравится. Стоп, можно померить? Конечно. Если бы здесь самый большой, так сказать. Он единственный. Часто заказывают яркие вещи, мужские. Предполагаешь, чтобы копать девочек? Нет. Ну, да. Красиво, жалко. Это как мой голубой, вы помните, я на разборе покажу. Двусторонняя майка, смешная. Классно для тех, кому есть, что с кровать летом. Она плотная, двойная. Это вот для меня. А это прям брелок мне на сумку повесить. Ну что, берем? Да. Были желающие, но слишком тяжело. А вот продается, реально. Супер юбка, смотрите, ее акула покусала. Луиджо. Да? Лиуджо. 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 Ну, берете обувь, глянем. Красиво здесь. Да, красиво. В Питере вообще, очень какие-нибудь, эффектуальные. Хотел бы желтый пиджап, я прям за них шел. Ну ладно. Какая экспресс, такая экспресс-экскурсия у нас случилась по бабочке. сейчас мы подбираемся к пространству Лестор. Это такой винтажный магазин, магазин объектов для интерьера. И работает вот с 12, а мы сейчас проверим, сколько времени. 12-15. Интересно, нас пустят. Здравствуйте. Привет. Ну ладно. Привет. Привет. Это Стас. Это Рина. Очень рад. Что у вас тут? Борт торговли, а он же Меркурий, он же Герман. А это правда кусок говна, да? Кто как хочет. Но это не кусок говна, краски. Ну конечно. Это произведение, а лицетворяющий кусок. Я иду. Это же прикольно. А сколько дерьмо стоит? Дерьмо стоит 40 тысяч рублей. На пол кладешь деньги просто, и она лежит. А, ну да, да, конечно. Это примеров с выставки художник Норьвов тоже небезызвестная, группа непокоренная. А, Бен Мари. Какая сетка. О, как красиво. Этот чернильный сет, к сожалению, нет твоего размера. Ну это 41-й. Да. А у меня 41-й. Ты брал в последний раз 40-й. Вот, надо померить. Вот, это бренд обуви, которые мне очень нравятся. Вы видели наверняка у меня есть такие замшевые, серо-бежевые и под змею. И, кстати, вот в таких казаков я на показе нашего бренда ходил. Цена вообще супер. Это Жан-Баптис Тритюром. А это какой-то остатки какие-то откуда-то? Нет, нет, это уже новинки начинаем получать. Они и я... А, вот это что еще? Просто базовые черные, такие найдем. Это 43-й. Ну, мы найдем 42-е всего. Стас свою ногу подсовывает. Просто как бы, сейчас ли она не капает, и это... мне кажется, нет. Ну, да, ну, какой-то 50-й. Я же огромный человечек. Не настолько. Парк, это же кожа? Да, Классный, 22 рублей. 22 рублей. Это красивый. Только что фотография вот для этого фильма. Да, однажды в Голливуде. Там похоже стиль, потому что это сейчас 50-е. Короче, у вас дорого? Как-то интереснее, чем бабочки, как ни странно. Хатуля, прости. Не, я на самом деле шел... Ну, у вас просто такая селекция, там вынуждены интриговать только... Нет, я шел бабочку за конкретным пиджаком, блин, а что вы привозите пиджак 46-го размера, на кому? Ну, ну, то есть, 50 хотя бы, в него хоть как-то влезть. У меня все такое убране, если кто 46-го размера, там вагон на складе. А тут все 50-го. Видите, вот вы на выпускной собираетесь, купили себе простую платьицу и вуалетку с таблетками надели. И все, вы звезда. Классно? Платье в Заре купили фоновое и за 6 тысяч сверху вот такую штучку. Прикольно. Единственное, конечно, преподаватели не поймут. Вуалетку в таблетках. А это же тоже кто-то известный, Да, это Андрей Люблинский любимый скульптор Лена Перминовой. Лена, любимая! Смотри, куда нужно отправляться за твоими любимыми скульптурами. Сколько стоит? Короче, меня сегодня разведут и я уеду домой с пастой карточкой. Нет. Вот, весь маленький. Ну, как маленький, а зачем тебе нужен обтяжку? А, зачем он тебе? А ты не можешь не застегивать? Я все равно всегда застегиваю, чтобы понять, как это застегнуто. Вообще, ты другая, но... Очень красная, классная. Еще такой вот, что у него папчик такой подстреленный. Можешь сказать, ну да, чуть-чуть. Красивые, да? Угу. Да, огромные. Красивые, да? Да. 43-е огромные, а 41-е маленькие. Вот, 42-е. А у меня туда пробоошибку и сниму рядный размер. Видимо, 42-е. Да, 41-е маленькие, а 43-е большие. даже большие платы. Нехорошо, потому что ты же много ходишь. Ты думаешь, лишь бы продать, Пройдись, пройдись, пойдем к большому зеркалу и ты поймешь. Короче, это истинно питерское место. вот такое. Это музыка как можно с покажем, Кстати, может быть. Вообще, точно. Стас, у тебя слух вообще острейший. А это что? Это вот такие белые палочки. Помнишь, тебе понравились? Да, мне хочется вот такие. Нет, сейчас еще, пожалуйста, померяйте. Просто белые, очень красивые. Я могу померить для тебя? Да, для меня. Для меня еще надо померить вот эту макалу по-любимую. Это почему-то как ванечка вот ее в дырочке. Ну что, как там? Красивые эти. Вот мне обуви хватает, Это пара полочек свободных осталось, все можно купить. Какая у них стоимость? Сейчас выписываем 25 тысяч. Ну пойдемте. Это он продолжит тебя чуть-чуть мучит. Надо, чтобы это по-моему делает туфельки. Сторон. Дивану все-таки не нравится они мне. Можно вот скул как-то принять. Что это? Такая бабка из шпакляк. Мне кажется, это такой бешеный черт скресившийся, потому что впереди же черт. Как ты можешь рнесс как бы описывать? Это же такая тема, как рнесс. Вечность. Я не обсираю. Это вечная. Я говорю, что это мне не нравится. Мне кажется, одинаково. Светлана это классно, это на вестер. По-моему, одинаково все. Широкие брюки и сверху что-то надену. И так, что пиджак вам родить. Стас, молодой человек. По-моему, просто одинаково. Который может суть. Только что короче можно штаны надеть. Вот казаки офигенно, да? Казаки классно. Вот. Так, сейчас пойдешь с ними. Хорошо. Лет через пять я, может быть, приеду. Ну, вот эти как-нибудь одень. Я не хочу все остаться. Так, все, я обуваюсь. Давайте я сберу вот эти бутоны. ничего. Так, мне нужны сапоги. Так. Я возьму кэмбл. Я вот думаю нравится, но он вообще неудобно. А, вот это я хочу. Давай так, смотри, я сейчас возьму вот это. Смотри, вот это я хочу. Вот эта ваза, она уже упакована. Вот. Я хочу вазу, я хочу венок и ботинки. А с этим разберемся. Иван, не дождется до следующего приезда либо с трофеями домой вернусь. Да, это действительно 2,5 мм стали. Идея, я думаю, ясна. Многие люди проезжают заказанными сейфами с чем-то для себя сокровенным и важным. А, как говорит, не нужна никакая картина. Говорите всем прямо в лицо. Это то, что мне важно. Это мне нравится. Дальше, давайте. коричневую или серую. Они разные, покажите. Да. Их тоже в серии. Он, кстати, от производителя какашки. Да? А нет? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Пока. 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 Я не была видна. Взаимно. Приехала машина. Мы едем в ДЛТ. как тебе Петербург? Нормально. Нормально? Да. Вот эти ребята очень интересные. Мне нравится, что они не на коммерцию рассчитывают, а на какого-то особенного клиента типа меня, который может оставить 12 паровую померить и продать ему то, что им в принципе было не нужно. Вот. Плюс, конечно, у меня сейчас новая забава. Интерьер, покупать всякие штучки. Это интересно. Сейчас заедем до ДЛТ, посмотрим, сколько будет времени. А сколько ехать, кстати, показывает навигатор? 19 минут. 19 минут. Ну да, можем даже загрузить в ДЛТ и как раз пойдем в Кимпинске он за углом. Продолжаем наш день. Напомню вам, что вы проводите день со мной. Этот день проходит в Санкт-Петербурге, в культурной столице нашей Родины. И мы пошли не по музеям, а по магазинам, естественно. У нас уже есть первые трофеи. Мы стали свидетелями покупки. А сейчас мы заглянем в ДЛТ. Скорее всего, выйдем оттуда с пустыми руками. Но у меня пока еще теплится надежда на то, что мы сможем заехать еще в день и ночь. Это еще один концептуальный магазин петербургский. Здесь сейчас распродажа в минус 30. И вдруг там есть что-нибудь в Минусе. Сейчас будет 30 человек. Мы услышим в МЛТ. Вот Баленсиада. О, побажка моя. Давайте посмотрим, сколько у нас здесь стоит. 84 тысячи. Я дешевле купил. Ты тебе брал? А я по себе взял. Я скидку выбросил. То, что хочешь выбирать, лишь бы деньги дали. Вот красивый цвет. Мне нравится. Пиджак старого деда. Ватман выпустили свое приложение. И при помощи этого приложения можно анимировать вещи. хорошие рисунок. Старт сканинг. О! Видали? Вообще потрясающее развлечение. Да? Кремя. Что-то это скучно. А есть что-нибудь интереснее? О! Вот можно оживлять футболку. Запишем видео. Футболка Vietemens с бегающими животными. Скачивайте в Apple Store. 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 Надо? Надо кому? Мне. Тебе? Vietemens. Ой, 68 тысяч. Базовая белая футболочка Александр Могов стоит 10 тысяч рублей почти. А базовая белая футболочка Александр Могов стоит 2,5. Так что знаете, куда нужно за футболочкой отправиться? На rogov.ru А что это за бомбер? Арктистодия в основном посмотреть. Пойдемте акричек. Да, давайте. Кое-кто любит такое. Дайте покажу. Вот Настасья футболочка. Тыщи 10. 13. 13. Стас, у меня у тебя есть вопрос. Сейчас. А ты не знаешь, где Кирилл? Так, здесь, собственно, Жак Мюс представлен. Вольная белая парка. Кстати, по-моему, у Жак Мюс какие-то приятные, ну, сравнительно приятные цены. Такая, кстати, на Farfetch в другом цвете на распродаже уже есть. Да, серьезно? Да. Ну, вот, видите, то, что по миру уже стандарки начались, а в DLT еще нет, 65 тысяч рублей стоит. Больше нету, да? Больше куда он уже будет сминироваться, повелево, потом будет вот такой. Пойдемте кучи глянем, ладно. Эксклюзив. Я бы надел какие-нибудь. Говорите. 95 тысяч рублей. А что самое интересное, это ожерелье, видимо, снимается, его можно надеть на шею. Вообще, вот что мне нужно. Попростим, еще примерим. Можно я померю? Так, 158 тысяч рублей. Я на пиджаке кучи. Блин, хорошо на пиджаке шьет с полоси, да? Прямо сразу было. Красивый. Я бы надел. Прямо на джинсы давай. Тут выки не будут велики, но их всегда можно перешить. Можно посмотреть меньше. Сейчас я, я не ношу кучи, но этот костюм красивый. Красивый. Ты можешь померяешь брюки? Потому что, как только я надену брюки, я уже... Ты сразу возьмешь? Да, покупки. Сегодня, конечно же, я вам расскажу историю с кучей. Просто нет никакой истории. Что сейчас случилось? До свидания. До свидания. Я давно ничего не мерил кучей. Я мечтаю об этом чемодане, но самая главная проблема для чемодана в том, что он вообще нефункциональный. Смотри, что я думаю, ну вот куда с чемоданом ходить? Но я вспоминаю свои школьные времена. И мы все ходили в школу с дипломатами, а потом вот так их ставили на пол, на них сидели в коридоре. Вот этот чемоданчик, дипломат, дискварок. Насколько я помню, он стоит около 100 тысяч, да, 98 тысяч. Ну, очень эффектная штучка. из ДЛТ мы вышли с пустыми руками, но примерили костюм куч. Почти полностью. Я о нем думаю. И меня это бесит. А сейчас мы движемся в сторону мойки. По-моему, это мойка. И свернем направо, и там будет отель в Кимпинске, где у нас есть номер. И там же будет примерка. Улучшенный люкс. На пару часов. Итак, мы едем на примерку. Мы не знаем, разрешат ли нам звездные гости открытия магазина Левуджо приснимать примерку. Боюсь, что не разрешат. Что если мы ее не покажем? Сорян. Вот вы спросите, кто сидит передо мной? А это в Дениме. А это сама Мария Минагаровна. Маш, как прошла примерка? Ребят, все хорошо. Лук Джастин Бритни 2002. Очень красиво. Обуви нет. Горе полнейшее. Нет, Маш, подожди. В чем ты говоришь, сидит Мария Минагаровна в Дениме, и ты реально в Дениме. Ребят, а я что, когда-нибудь врала в интернете? Есть вишни, воды. Вот шарфик есть. Трогатель. Почему я до сих пор, мы не применили шарфик? Александр, задрапируй. Мы можем рассказать, как я была шокирована. Я захожу в номер отеля Кемпински, а здесь успеть за 24 часа. Может быть... Ну, кстати, ты знаешь. Ну, а почему бы и нет? Давайте так. Только снимайте в три четверти, чтобы... чтобы... чтобы бедро в Дениме играло все-таки мне на руку. Ну, в общем, на самом деле, примерка прошла. Мы утвердили лук Джастин Бритни. Выпиваемся. Боже, я не могу. Дорогие россияне, этот год был тяжелый. Денима было много, обувь не подходила, но мы работали. И в новом году желаем всем, чтобы обувь все-таки подходила к платьям из Денима. А теперь обнимемся, как в передаче. Да. Ты же моя любимая. Обнимашка. Иди, я тебя обниму. Ну что? Мы сделали пример и ничего вам не показали. Но просто, когда ты работаешь со звездами или с людьми публичными, нужно, конечно, всегда быть очень аккуратными и не включать кадры, когда не нужно. Вот Миногарову веселилась, поэтому частичку бэкстейджа с Миногаровой мы вам покажем. Остальных, видите, уже в галерее или в магазине не лучше. А сейчас у нас продолжается путешествие по Петербургу. А вы продолжаете проводить день со мной. И мы сейчас должны решить. Мы хотим поехать в магазин день и ночь и позерить, что там, и после этого поесть. Наверное, так лучше. Но все, значит, решили. И я думаю, что мы быстро туда съездим, вернемся сюда на район, я переоденусь в вечерний наряду. И мы пойдем, поедим, быстро идем туда. Да. Так, а сколько нам ехать? 20 минут подавно. 20 минут. Хорошо. Едем в день и ночь. Наша финальная точка для шопинга день и ночь. Мы там тоже с вами живем. Здрасте. Здрасте. Что у вас тут интересного? Ой, всякое. У нас сейчас сейл начался. Да ладно, на какой? 30%. На все? Угу. А мы сейл любим. Короче, можно смотреть, да? Да, пожалуйста. Вот рубашка красивая. Да? Да. У тебя такая же? Да. Мог бы до сейла дождаться. Угу. А на бот тоже скидка? На все скидки. Размерный стоит. Померю. Клановчик. Бренд один мне нравится. Михары Сухир называется. Такой прикольный. Вот как будто две рубашки. Одна скинута на плечах. Но как показывает практика, такие яркие вещи я не ношу в итоге. Если даже просто. Прикольный вот этот, да? Угу. Сколько стоит? 142 272 Ой, вот этот бренд мне очень нравится. Давайте вот эту футболку тоже мерить. В стразах. Видишь, какая крутая. А есть? Это тоже самый большой размер, Она в принципе инсель. А, это инсель. Ну, давайте мне примерку. Это прикольная. Это уже не маюшка. Вот прикол. Это в твоем стиле, да? Прикол. Вот это лохост. Короче, рассказываю вам прикол. Смотрите, ты покупаешь рубашку вот так. Она накручена на вешалку. То есть, рубашка вот она. Вот это висит, да. Это висит сэмпл, того, как рубашка будет выглядеть, например, в итоге. Примерно, а правильно же, отнимаю? Да. И вы ее вкручиваете с вешалки. Бару башка будет вот такая крепкая. Прикол. Там еще водичкой надо помочь. Потому что вода не расползала. Помните, полотенца были? Такие маленькие таблетки. Кидаешь воду, разбухаешь. Вот это что-нибудь типа этого. Мне кажется, в твоем стиле. Не. Да ладно. С белыми очочками и джинсами. А это в твоем стиле? Уже нет. Уже все, да? Уже неинтересно. Прикольно, в Габиндур. Да-да-да. Москвы, так что, таких концептов в магазинах нет вообще? У нас только КМ, и все. Короче, я приехал поработать, а в итоге шарфовский магазин. А вы их мешаете, да, и Блинстагу в одном месте, в одном? Ну, они рядом, да. Ну, дизайнер-то один. Прямо лабиринт целый. А ты отгадал, вот когда мы шли, там был вот этот лабиринт из труб. Я не знаю, помнишь ли, нет, была такая раньше заставка Windows, включался монитор, и начали, начинали устраиваться такие трубы. Помнишь, ну, это совсем мелкий. Во всем, те, кто, как я, рождены в Советском Союзе, и видели первые компьютеры, помнят эту заставку. Был черный кран, то начала ползти труба, и она вот так выстраивалась, сразу заполняла экран. А вот еще, смотрите, в тренде микросумочки. Это самое маленькое, что я видела. Можно посмотреть? Можно. Это under cover, да? Да. Смотрите, сюда же влезет все, что вам нужно в течение дня. 12 тысяч рублей. Вот так вешаете, входити. И что? Нет? Странно? Интересно. Что-то у них есть. И на треке скидки? И на треке, на все. Вообще, что это у вас за режим щедрости? Как всегда, мы первые. Молодцы. Всегда нужно второй раз проверить, не пропустил ли что-нибудь. Так, вот сюда мне, да? Да. А, но у меня не так уж много всего. Сейчас я быстро померю куртку, смотреть, как она сидит. как раз. Но мне не нужна, к сожалению, слишком для меня затейливо. Все прикольно. вынимается? Да, да, платки можно убрать. Ну нет, там не надо. На лето жир прикрывать, да? По-моему, то, что надо. Мне нравится. Ну, так, типа, рубашка. Просто рубашка. Просто рубашка. Блинсяга? Угу. Похоже на адские лапти, да? Угу. Ничего он в любви не видел, но в этом есть прикол. Да? Забавно, да. Божество. Аня, аня? По-моему, на примере, да. Сбоку они прям суперинтересно смотрятся. Как будто бы по ним проехал трактор. Они такие просто. Здесь, это классно для жизни. Футболка прикольная, но маленькая. Да? Да. Чтобы в руках было так. Вообще класс. Ну, опять-таки, вы знаете, где самая лучшая футболка страза, да? На роботшоп. точка рука. Все лучше. Да. Что думал? Мне нравится. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. И брюки такие же. Поэтому он мятый. Типа ты его маниваешь, вот так засовываешь в мешок, и все. И ходишь с мешком. Смешно, да? Смешно, да? Угу. Так красиво. Такие, но мне они такие. Уже не нужны, не нужны. Ну, классные. Просто еще одна версия целлофанового пакета. А-а-а, смотрите, как классно, что целлофановый пакет к нему пришит. Угу. Изнутри карман. Не знаю, мне нравятся. Обменные. Маржелла, смотри. А видно, что меняется? Да, да, да. Покупочка. Хорошо, вы прослушали, сколько она стоит. Александр, простите. Очень немножко. Ой, как приятно. А мы как раз тут снимаем кое-что. Можете передать привет, смотри Робот Лайв. Смотрите Робот Лайв. Поняли? Я как раз. Питерцы плохого не посоветуют. Спасибо, Мишка. И дать вас обниму. Тогда они живут в Барселоне. А, да ладно. Так, все. Доктор Шон в виде маленького такого дезодоранта. После душа наносите, одеваете носок, обувь, любую, ничего. Все уже хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Доктор Шой. Три минуты, и машина здесь. Так, когда заезжаем в гостиницу, я быстро переодеваюсь. Мы забираем все шмотки, потому что мы уже из галереи не вернемся в гостиницу. Угу. И едем в Москву. Такой денек. Нравится? Музыку вам оставь. Кого? Музыку музыку. Оставьте. В Питере. В Питере пробки, поэтому пойдем пешком нет. Ура! Все, приехал с одним чемоданом, уезжаю, с чемоданами мы мешали. У нас один раз была история, мы приехали в Екатеринбург, и мы ехали из другого города на поезде, у нас было два огромных чемодана для мастер-класса, я почему спросил, загружает он или нет, и водитель загружал его чемоданом, мы приехали в гостиницу, он выгружает, а у нас до двух один, один чемодан остался стоять на площади, потом нашли? Да, но там было все самое другое, там были лабутаны, там все было просто, все самое другое, моя плачтенка Катерин просто в слезы, понятно, как бы мы за эту ответственность несем, да, можно я хочу, спасибо. Там вообще бедненькая уже вся в слезах, в соплях, плачет, но в итоге водитель поехал обратно, и видимо из-за того, что это все-таки вокзал и чемодан, и в принципе нормальный объект, который там перманентно присутствовал, он просто стоял ровно вот на том же месте, где его вставили, но это прикол просто был. В очередной раз выходим из такси. Идем есть. Да. Конечно, поели. Кстати, очень вкусно. Пойдем работать. Все, осталось провести мероприятие. И не опоздать на него. Не опоздать на него. Плюс нам еще надо сейчас купить где-то мимоходом топ для одного из образов и, возможно, успеть купить обувь для Маши Миногаровой. Не знаю, насколько эта миссия выполнима, но надеюсь, выполнима. Ну, и что в своих туфлях? Очень страшно. Может, свои дашь ей? Кстати, подошли бы. И по размеру тоже, если. Здравствуйте. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Снимайся на субботу. Вот так происходит. Извините, пожалуйста. Вы самые милые люди. Здравствуйте. Здравствуйте. Ух, 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 ух. Сочи, что я в каком-то шоу на красные запустили. Когда-то я сидел в жюри шпаколе, тут мой ТВ. Вот, собственно, могу сейчас сам испытать, каково это. Сочи, что я в каком-то шоу на красные запустили. А вы почти поймали. Здравствуйте! 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 Я приехал не один из самых целых десантов из Москвы. Потрясающих красивых девушек, которые, как и я люблю, говорят, не лучше. Многие здесь говорят, что это бренды. Я пишу вас в сайт. Винтерный футбол не лучше уже. И я отрицаю людей. И Наташа подобрали сашевые шорты. Ну, короче, это распришённый. Мне достаточно комфортно и удобно. Наташа, сейчас моя любимая вещь из всего магазина, этот иранский фонд с широкими рукавами, что сказать, не милыми завязочками. Здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Привет! Здравствуйте, уважаемые гости! Я очень рада вас видеть. Привет всем вашим телефонам! Сука! Сука! Да! Вермоса мне главное – спорный. Да, вверх, 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 вверх. Да, вверх, 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 вверх. Так, подожди. Три-четыре. Давайте. Три-четыре. Смотри ROG of Life. Три-четыре. Смотри ROG of Life. Вы мои хорошие. Спасибо большое. Сплатные, ну ладно. Смотри, смотри. Говори. Смотри у меня ROG of Life. А ты делай давай ROG of Life. Я люблю, когда все имеет смысл. Было классно, было симпатично. И для меня реально это было очень трогательно, что моделями... У меня же обычно просто модели на показе или там на мероприятии, а тут реально там звездные девушки, а некоторые... Ну понятно, я там Машу знаю, и мне с ней было комфортнее, но при этом сказал бы мне кто-нибудь 10 лет назад, что сама Юля Снегид будет ходить у меня на мастер-классе и демонстрировать образ, я бы не поверил. Но день наш еще не закончился, потому что прямо сейчас мы пойдем уже на вокзал, нам предстоит дорога в Москву. И мне кажется, попрощаемся мы уже там. Поехали! 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 Мне саму Анну Павлову подарили. Что в коробке, узнаете в одном из влогов. Отдельный дом будет. Да. Я хотела что делать? Спать. Правильно. Все, до встречи в Москве. Вот и закончился этот суток. Ну, на самом деле, вот и закончился день. Казалось бы, ничего особенного мы не сделали, но я жутко устал. И сделали мы при этом много всего. Вокупки получили подарки и сделали людям хорошо. Мне кажется, классно прошло мероприятие. Все было здорово. Все будет классно. Хочется вернуться. И чтобы скидки были еще побольше. Спасибо, что вы смотрели Рогов в Лайв. С вами был я, Александр Рогов. Ваш самый любимый влогер, самый любимый стилист, самый любимый телеведущий, самый любимый все. И самый любимый человечек, я забыл. Так что комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях ваши идеи, о чем еще вам будет в блоге. И все. Я спать. Я, кстати, через пару часов вставать поеду в солнечную площадку. Пока. Спасибо. Тебе, Стас, спасибо. Пока.